Привет, друзья! Мы находимся в шоу-руме компании Hi-Tech Media, и сегодня я вам расскажу про самую младшую модель управляемых звуковых колонн от компании Renkus Heinz, Renkus Heinz DC12-2. Вот этот компактный громкоговоритель у нас находится здесь, в белом цвете. Кстати, у нас здесь есть не только в белом, есть еще и в черном цвете. Вот по бокам видеостены вы тоже можете увидеть эти колонны. Вот они здесь, я лучше подойду и покажу. Посмотрите, насколько эти колонны незаметны, когда вы используете их с какой-то видеосистемой, с видеостенкой или с какими-нибудь экранами. Но фишка этой системы не только в том, что она компактная и управляемая, у нее есть масса других достоинств, о которых я сегодня расскажу. Во-первых, Directivity Control — управляемая звуковая колонна, у которой вы можете посредством программного обеспечения или электронно менять диаграмму направленности. Вы можете сфокусировать луч только на тех местах, где вам это необходимо. При этом вы избегаете отражений от паразитных поверхностей. Это могут быть, например, стеклянные стены в вашей переговорке или где-нибудь в конференц-зале. Это могут быть какие-то мраморные отражающие поверхности в вашем конгресс-зале или в комнате для совещаний. В общем, звуковые колонны позволяют нам решить массу проблем, связанных с акустически неподготовленным помещением, когда у вас много отраженки. Эта колонна это умеет делать. Внутри этого громкоговорителя установлено 12 широкополосных двухдюймовых драйверов. Колонна активная, соответственно, все, что нужно, это подвести к ней питание и сигнал. Сигнал подводится посредством аналогового кабеля, никакого данта здесь нет в этой модели. Если вам нужно, то у нас есть переходники, мы вам поможем, подскажем, как можно отправить туда сигнал по данте. Давайте посмотрим на заднюю панель, что у этой колонны есть. У нас она здесь установлена на стойке, чтобы просто показать в реальности, как это может выглядеть, чтобы можно было подползти к ней поближе. У этой колонны есть, во-первых, кабель питания, как я говорил, колонна активная, не требует никаких дополнительных усилителей. Дальше разъем с входами, с аналоговыми входами на клемме или на евроблоке. Здесь же у нас есть проходной разъем, то есть вы можете две колонны, например, или больше зацепить друг за другом параллельно. И есть вот такая вот маленькая пипка, антенна. Зачем она нужна? На самом деле внутри этой колонны установлена беспроводная точка доступа. Вы можете по Wi-Fi подключиться с вашего мобильного устройства к этой колонне и очень быстро, буквально в четыре шага настроить эту звуковую колонну. Здесь нет никакого сложного программного обеспечения. И на самом деле справится с этой колонной любой неподготовленный сотрудник. То есть для интеграции этой колонны, для установки этой колонны где-то на площадке вам не требуются какие-то специальные умения. Давайте я покажу, как это работает с мобильного приложения. Как я сказал, внутри этой звуковой колонны находится встроенная точка доступа. Соответственно, мы можем к ней подцепиться с нашего мобильного телефона или с персонального компьютера и настроить эту колонну буквально в четыре шага. Давайте посмотрим, как это работает. Ну, во-первых, нам нужно будет подключиться к Wi-Fi, который носит название этой колонны и в конце серийный номер этой колонны. Я знаю, что он заканчивается на BC45. Ну, собственно, у меня телефон автоматически к этой сети уже подключился, потому что я к ней уже подсоединился. Дальше. Нам потребуется приложение RAP или RHUB, как хотите. Его можно скачать на самых популярных интернет-магазинах для Android и для iOS. И дальше, после того, как вы подцепились к сети, вы можете открыть это приложение. Я его сейчас открыл. Оно загружается, пишет Connecting, то есть приложение ищет нашу звуковую колонну. И мы, собственно, получаем возможность настройки этой звуковой колонны с нашего мобильного устройства. На самом деле, это делается, как я сказал, в четыре очень простых шага. То, что я действительно подключился к этой звуковой колонне, мы можем проверить, например, вызвав индикацию с нашего мобильного устройства. Давайте нажмем. Да, то есть я нажимаю индикатор и колонна реагирует. То есть мы можем всегда увидеть, какой именно колонной мы управляем в текущий момент. Ну, я оставлю индикацию, пусть она горит. Значит, первый шаг, что нам нужно сделать? Первое. Нам нужно сказать нашей звуковой колонне, как мы ее смонтировали. На стойке или на стене. В частности, у нас она установлена на стойке. Я и выбрал сейчас параметр на стойке. Второй момент. Нам нужно сказать, на какой высоте у нас установлена эта звуковая колонна. Есть несколько опций, там 1,2 метра, 1,8 метров, 2,4 и 3 метра. То есть на какой высоте наша колонна висит, система должна знать. Ну, в частности, здесь мы можем указать, например, 1,2 метра. Ну, примерно колонна у нас так и висит. Окей, второй шаг. Мы прошли. Третий шаг. Нам нужно сказать нашей колонне, насколько далеко она должна работать, потому что после этого расстояния у нас будет падение в уровне сигнала. Есть опции на 6 метров. То есть если у вас небольшая переговорка или, например, площадка, как наш шоу-рум. Ну, я, в частности, так и сделаю. Сейчас я выбрал 6 метров. Если у вас площадка больше на 12 метров и максимально дальнее расстояние, на которое фокусируется луч у этой колонны, это 18 метров. То есть это какая-то учебная аудитория, к примеру, или какой-то конференц-зал. Второй этап, точнее, третий этап, в котором мы указывали длину нашей площадки, мы прошли. И колонна сейчас у нас настроена так, что она висит 1,2 метра, установлена на стойке и работает на 6 метров. И четвертый этап настройки этой системы – это эквализация. То есть мы можем добавить чуть-чуть низа, если нам это нужно. Можем добавить чуть-чуть верха, если нам это потребуется. То есть это, в принципе, два полочных фильтра здесь. Если нам нужно получить дополнительный буст, чуть больше громкости, то есть кнопка Boost плюс 10 дБ. И есть еще здесь же кнопка управления уровнем громкости в Volume. Волюме или Volume. Все. Собственно, наша колонна работает. Она готова к эксплуатации. И мы можем подать на нее какой-либо сигнал. Ну, у меня здесь колонна сейчас подцеплена через Bluetooth-адаптер. Поэтому я могу со своего же телефона, например, отправить какой-нибудь сигнал. Ну, допустим, речевой. Кстати, следует сказать, диапазон частот, в которых работает эта колонна, он начинается от 170 Гц и до 18 кГц. То есть, в принципе, это речевая колонна. И если вы хотите воспроизводить музыкальный контент, то, конечно, потребуется какой-нибудь сабвуфер. Например, на двух восьмерках есть замечательный сабвуфер у Renkos-Heinz, который идеально подойдет для этой системы. Но в целом, если у вас речевая аудитория, речевое пространство, то эта колонна будет отличным решением, потому что речь звучит очень разборчиво, и при этом луч очень сфокусированный. Ну, давайте я проверю, что все работает. Выбираем Bluetooth-адаптер. В речевом диапазоне системы звучат потрясающе, речь очень разборчивая. И если у вас, опять же, сложное с точки зрения акустики пространство, то это может быть решение вашей проблемы, потому что колонна формирует очень узкий луч и делает это весьма точно. Чтобы, кстати, убедиться в этом, вы можете просто в отделе продаж у нас попросить демонстрационный комплект. Вам отдадут эти колонны, и вы можете протестировать у себя на площадке. Монтаж колонны можно выполнить двумя способами. Первое, можно ее приделать к стойке. Второе, можно приделать эту звуковую колонну непосредственно к стене. Кронштейн идет сразу же в комплекте, ничего опционально докупать не надо. Все, что вам нужно, это взять несколько болтов, прикрутить ее к стене или к стойке и работать. Эти колонны действительно классно звучат с речью, очень высокая детализация и разборчивость. Приходите к нам в шоурум, будем слушать. Вы также можете попросить в отделе продаж эти колонны на тест к себе. У нас есть демонстрационные комплекты. В общем, ждем вас. Welcome! По всем вопросам пишите, звоните, будем рады вам помочь. Пока-пока! Субтитры подогнали Симон.